То есть вы говорите, что это не все? Я хочу верить, что просто не вмещается в зуме, в смысле какой-то дефект. Нет, обычно тогда можно пролистнуть. Ну, функция скроллинга иногда барахлит в зуме. Что можно требовать от китайских программистов? Готово начать. Ну что ж, тогда можем дать еще минуточку. Подождем тогда, когда начинаем. Хотя у нас в немецких университетах есть кумтемпоры, то есть академические 15 минут. Если, скажем, начинаем в 15, ну, допустим, сколько сейчас маска есть, 17 часов кумтемпоры, значит 17-15. А есть ст, есть цт кумтемпоры, есть ст синетемпоры, то есть ровно. У нас вроде бы синетемпоры. У меня просто тайм-коды летят. Если потом мы начинаем позже, я привязываю расписывание к тайм-кодам. В смысле, 17-0, и все, поехали. А потом у меня все надо перестраивать. Поехали, все. Тогда вот приветствую вас на наше сегодняшнее занятие. На второй, я не знаю, как их назвать, может быть, семинары. Семинар-1, семинар-2. Надо как-то придумать. И начнем со словом, с таким, не знаю, которое вот только что, буквально час назад, наверное, написалось. Слово, выраженное игрой цигра словесное. Шаддулавикридитам. Слово, выраженное игрой цигра словесное. Не бойся. Таково доброе слово подлинного учителя, опытного в санскрите, который в темнейшем лесу словес знает наилучшие ярко освещенные дороги. О, учителю мой, будь же мне защитником. Таково, в свою очередь, желание ученика, испуганного в бою с хищниками, порожденными санскритской морфологией и синтаксисом в этом великом сражении, посвященном богине Сарасуде. Ну вот с этими словами приветствую всех присутствующих и надеюсь, что еще Агамищан. Тех, которые подойдут, подходящих, подойдущих, по-русски нельзя сказать причастие, причастие будущего времени в санскрите, оно и есть. Да, всех подойдущих, всех, которые еще на подходе. Ну вот, и я подумал, что смысл имеет дорассматривать, собственно говоря, примеры, некоторые типичные конструкции. Вот мы, кажется, я не помню, мы начали, кажется, конструкции с инфинитивами. Это из прошлого раза, там еще несколько типичных конструкций, которые в наших разборах будут иметь, их надо узнавать в любом случае, и надо уметь с ними их как-то трансформировать, и вот как-то их, во всяком случае, понимать, как они устроены и как их переводить. Потому что лишь перевод, как мы уже говорили неоднократно, показывает степень нашего понимания, либо степень нашего непонимания. А перевод бывает, как вы все знаете, бывает. То есть, вот мы должны идти, это такая в течение многих лет выстраданная, так сказать, выстраданный такой подход, который я перенял от своих учителей основных. Перевод должен быть в начале, да, ну как можно ближе к тексту, но он ни в коем случае не должен таковым оставаться. Да, вот ошибка очень многих, что вот перевод, он такой, остается буквальный такой, дословный. Продолжение следует...